Вздулась корова. Что нам делать? Помогите. Здравствуйте, меня зовут Вадим Прятко, я ветеринарный врач и за оплату лечу крупный рогатый скот, свиней, коз и овец онлайн. Друзья, наверное каждый владелец коровы сталкивался с таким заболеванием как тимпания рубца или по-народному вздутие. Нет ничего необычного в развитии этого заболевания именно у коров, ведь это связано с особенностью строения их желудка. Самый большой отдел многокамерного желудка коров, который называется рубец, наполнен миллиардами бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают в том числе и большое количество газов. Есть определенные растения и корма, поедание которых особенно стимулирует накопление газов. Если их умеренное количество, они покидают рубец с отрыжкой, но при резком накоплении они вызывают переполнение рубца и таким образом блокировку выхода газов из-за спазма сфинктеров. Внешне это выглядит вот таким образом. Вадим, у нас случилась вот такая неприятность, вздулась корова. Вот бог, мы отходим с ней. Что нам делать? Помогите. Что нам сделать? Ну, у нас худенькая. Вот видите, здесь, с этой стороны. И она стельная. Так, вот встану, если видно. Вот, посмотрите. Как видите, на улице еще зима и понятно, что корова не могла наесться бобовых трав, но могла съесть много комбикорма, что и вызвало газовую тимпанию. Кстати, есть еще пенистая тимпания и она гораздо опаснее газовой. О ней мы поговорим в другой видео истории из моей практики. Почему человек обратился ко мне за помощью? Ведь тимпания – это простое заболевание и все знают, как его лечить. Это так. Есть множество народных и ветеринарных способов убрать сдутие рубца. Но бывают ситуации, когда либо не помогают те рецепты, которые знаешь, либо просто находишься в растерянности и не хочешь потерять драгоценное время в пробах и ошибках. Так как хозяйка уже ранее получала от меня помощь, она решила не испытывать судьбу, и обратиться ко мне за помощью. Я прописал протокол не только лечения, но и восстановления после тимпании. Ведь это тоже важная часть лечебной помощи. После применения прописанного мною лечения, хозяйка прислала вот это сообщение и видео. Друзья, если вы столкнулись со вздутием у коровы, козы или овцы, и не понимаете, как действовать, и как оказать помощь животному, и главное понять, как впредь предупредить возникновение болезни, обращайтесь за платными консультациями, или вступайте в мою платную школу здоровья животных, или школу здоровья коз и овец. В них вы сможете получить знания о том, как помогать животным в сложных ситуациях, а также на вот таких случаях из моей практики учиться не допускать собственных ошибок и, конечно же, бесплатно лечить своих животных. Берегите своих животных. До свидания.